Сегодня у нас в гостях главный тренер сборной республики Саха-Якутия по дзюдо Дамдиндош Гамбадош. — Здравствуйте. — Здравствуй. Так, за последние годы у нас большой прорыв именно по дзюдо, по олимпийскому виду спорта. Воспитано более 10 чемпионов России не только среди юношей и девушек, но и среди юниоров, и даже среди взрослых. Даже есть участник чемпионата мира и кандидат в олимпийскую сборную России. Так, сегодня в течение часа мы будем разговаривать именно с Дамдиндоржем о дзюдо, о развитии сегодняшнего состояния якутского дзюдо и будем обсуждать наши олимпийские перспективы. — Телефоны прямого эфира 32-00-66 и 32-11-66. Так, сначала расскажем о себе, откуда родом, где начали заниматься дзюдо и свои достижения. — Моя малая родина — это Монголия. Родился я в селе Сунцингель, и до 10 лет я жил с родителями в Монголии. Далее мы в 93-м году переехали. Как раз-таки связан был переезд по работе моего отца, потому что отец тренер по дзюдо, его пригласили преподавать дзюдо здесь. Ну и я, соответственно, сразу и здесь начал заниматься в 10-летнем возрасте. Поэтому всё, что связано с дзюдо — это и жизнь в Якутии, и в целом вся моя жизнь, можно сказать, — это есть дзюдо. — Так, мы знаем, что ты в начале нулевых, ну, в 2000-м году, да, стал чемпионом игр, международных детских игр «Дети Азии». — Победителем игр «Дети Азии», да. Ну, знаете, как с детства, когда ты в спорте живёшь, растёшь, у тебя свои кумиры появляются. Да, это чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр, и сам тоже с такой мечтой растёшь. И вот то, что мне самому удалось из таких высших достижений — это вот выигры «Дети Азии» в 2000-м. И это такое, ну, как сказать, ну, окрыляет, показывает, насколько это может, ну, для тебя спортивное достижение быть значимое. Вот. А потом уже, ввиду того, что не было гражданства у меня российского, да, и я не мог выступать на официальных стартах, и студентские годы всё равно продолжал заниматься активно, а по окончанию учёбы потом попробовал по первой профессии поработать. Ну, оно нисколько не вдохновляло, не дарило мне те эмоции, которые я в спорте пережил. — В какой сфере? — Это был инженер, геолога-разведка, да, это, то есть, ну, значит, вообще другая отрасль. И через полтора года вот с отцом посоветовался, и он говорит, что, ну, у тебя есть определённый потенциал тренерский, давай вот начнёшь, попробуешь, я всячески буду поддерживать тебя, помогать. Ну, и подстёгивало то, что впервые там открывали штатную единицу в училище Олимпийского резерва. — Это в каком году? — Ну, это был январь 2009 года начинал, там, совсем ещё, как сказать, зелёвно. Ну, то есть, именно такого большого опыта тренерского не было, но вера людей, вера тренеров, вера отца, вот это всё подстегнуло, и мы тебя поддерживаем всячески, ты начни работать. И вот началась моя тренерская карьера. — Получается, уже более 10 лет, да, ну, 13 лет работаешь тренером? — Ну, почти 14 уже. — 14, ага. И какие сложности сначала испытывал именно в тренерской деятельности? — Ну, на самом деле, ну, всяческие были, да, много раз там реально мог руки опустить, сказать, оно же на самом деле неблагодарно. Ты когда видишь талантливого ребёнка, у которого есть все шансы выйти на хороший уровень, но он или она там, ну, не слушает или пасует где-то там, да, ты просто можешь, как говорится, где-то, ну, терпение лопается, но всё равно собираешься и идёшь дальше. Вот. Поэтому, ну, для меня вот был как, с 9-го года я начал, первый год он такой был, конечно, ты ещё такой немножко, ну, неопытный, и сам ещё не знаешь, что тебя именно ожидает, а вот со 2-го года уже более-менее. И у меня был первый, вот именно мой набор, это был 10-й год, и ко мне вот как раз Мисайлова Татьяна пришла, училище Ниргуяна, вместе с ней были, вот, то есть этот набор. И когда с ними вот мы 2 года, 2,5 года тренировались, и мы выиграли, вот, выехали из Якутии и выиграли впервые первенство страны, именно представляя Якутию. И когда вот тебя приглашают как наставника, победителя первенства России, это, конечно, такие, ну, так сказать, неописуемые чувства, как-то гордости. Это было в 12-м году? Это был, да, 12-й год, Айчинск, Красноярский край, и вот, и когда ты вот это всё испытываешь, у тебя крылья вырастают, и ты понимаешь, что дальше ещё больше стремится к большим результатам. Вот последние годы, да, буквально прорвало наших джидаистов, да, каждый год приносят золотые медали с первенства среди девушек, иньорок и чемпионата среди женщин, да. В чём секрет успеха? Нет, тут, как будто, когда так спрашивают секрет, как будто мы какую-то тайну держим. На самом деле, это не секрет, это нужно, во-первых, чтобы вот именно команда слаженно работала, да, каждый понимал свою роль. Я наставник, ведущий, веду ребят, ребята слушая, понимая, что от них требуется, они это всё выполняют с полной самоотдачей. Создавать такие условия, чтобы у них рядом был всегда какой-то положительный, хороший пример, за кем нужно тянуться, что нужно, то есть выборы есть всегда, да, хорошее, плохое, и, конечно, ты стараешься где-то направить, помочь, чтобы у них у самих была возможность в голове анализировать и делать выводы, и понимая, что можно, если ты поддаёшься своей лени, где-то ты можешь, ну, на самом деле, причин можно миллион найти, чтобы прогулять тренировку, прогулять какие-то важные там тоже мероприятия, которые касаемо именно для результата то, что нуждается. Поэтому здесь, ну, я думаю, что вот это всё вот труд, слаженная работа, да, и вообще, на самом деле, очень много всего, это длинная цепь, которая в соукупности всё мы выводим в чемпионство, и многие думают, это как вот так вот он стал чемпионом, всё это как будто по какой-то по щучьему велению, нет такого, это очень много факторов там. Вот Нюргуяна Никифорова, да, твоя подопечная, три года подряд выиграла первенство России среди юниорок, да, в 2016, 2017 и 2018 году, да, и сразу, сходу, да, в 2019 году, да, выиграла чемпионат среди женщин. Ага. И давайте посмотрим видео, видео Нюргуяны Никифоровой, как она выступает и выступала среди юниорок, девушек, и сейчас выступает среди женщин. Это трансляция с международных её стартов. В прошлом она даже была кандидатом в олимпийскую сборную, и ей даже предоставили возможность участвовать на чемпионате мира. Получается, она первая в истории не только Якутии, да, но и Дальнего Востока, которая пробилась на взрослый чемпионат мира, да. Ну, чего ей не хватило на чемпионате мира? Она проиграла первой же встрече. Ну, девушке, которой она побеждала, да, которую она побеждала до этого. С Анастасией Турчин, представительницей Украины, они встречались до этого два раза, и у них личный счёт был 1-1. В принципе, при... Если бы она психологически хорошо настроилась, вышла, она вполне могла победить. Ну, я думаю, что это вот давление, фактор, что чемпионат мира, и, допустим, украинка, она уже несколько раз принимала, для неё это было уже такое обыденное, а для Нюрганта первый раз. Плюс, конечно, там ответственность, что была такая, что в случае, если она там медаль берёт на чемпионате мира, то рассматривали её на Олимпиаду в Токио. То есть это всё такое, как говорится, вот-вот. И не смогла психологически вот именно выдержать вот этот груз ответственности и поспешила там, да, то есть были моменты, где она прямо реально создавала опасную ситуацию, но потом та её быстрее определила, прочесла, ну, и контрприёмом накрыла её, получается, от её же атаки. Получается, именно в психологическом плане, да? Да, и я верю, что это нужно было пройти, да, потому что, хоть и говорят, что первый блин комом, да, но всё равно она получила такой багаж для будущих стартов, да, что, допустим, дай бог, чтобы, конечно, ещё ей доверили такой шанс и возможность выступить ещё на чемпионате, и она в другом состоянии поедет бороться, и, ну, я надеюсь, что и до медали мы доберёмся, потому что она уже не раз подтверждает, что это наш... Я шутку говорю, ты наш Гагарин, говорю, пробиваешь нам, и из-за тобой вот подрастает младший. Так что посмотрим, время покажет. Помимо Нюргияны Никифоровой у нас есть ещё чемпионки России, да, Калькарина Ефимова в 2019-м она выиграла первенство России до 18 лет, Алина Моисеева дважды выиграла. Аина. Алина. Алина Моисеева дважды выиграла первенство России. Так, ещё Полина Иудина, она тоже выиграла первенство России до 18 лет, в прошлом году. И Карина Ефимова тоже выиграла до 21 года. Сейчас они где находятся, наши чемпионы? Вы сейчас назвали только победителей. Только победителей? Ну, выходили именно на высшую ступень педестала. Там ещё есть у нас Саина Петрова, хорошая тоже. Я хочу потом отдельно тоже про неё немножко историю рассказать. Есть Татарченко Надежда, призёрка России, да, и в 21-м году она ещё для нас именно, вот для Якутии, для вида спорта дзюдо, она нашу планку медальную подняла до 23-х лет. Перединство Европы стало бронзовое в личном зачёте. Ещё про Ольгу Лихоту тоже можно, вот она сейчас стабильно идёт, медали там собирает тоже. Правда, не золотые, но всё равно. То есть человек стабильность показывает. Поэтому в целом у нас есть резерв, и они ещё молодые, амбициозные, хотят себя реализовать, доказать. Поэтому потенциал у нас огромный на самом деле. И подрастает ещё там есть меньше, там, вот, седьмого, восьмого года ребят. Резерв неплохой, да? Да. Күнді күрайшылар, күнді істейшілер, сатыр кеминан бейге холбан оқпыт, білген күлгастақ табылға бар обыд, ол кәнетттен өйеттелері лақпыт ханда даратыман. САХАЯКУТИЯ Күнді 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 к Обычно спортсмены испытывают проблемы с переходом в возрастную категорию, а случай с Аиной, можно сказать, уникальный. Сразу она в тот же год выиграла опытных спортсменок с юниорского возраста. — Я сделал небольшую поправку. Она до 18 лет была серебряная. — А, серебряная. — В Тюмени она стала серебряная, проиграла в финале «Москвички» Семиколеновой. Это было в детском возрасте. Потом в 19-й год в Красноярске она только перешла в юниоры, будучи младше в своей возрастной категории. Сходу сразу выиграла золотую медаль. Там в финале встречались снова... То есть, тогда впервые они в финале встретились. Это Марина Воробьева из Рязани. И, конечно, фавориткой была Марина, потому что у нее уже международные старты за спиной, победитель первенства мира. Но, тем не менее, у Аины есть очень хорошее качество. Это вот именно морально-волевые. Она может вытаскивать такие сложные встречи. Отдается полностью схватываю. — Давайте посмотрим финал, где... — Вот и заключительный одинок в этой весе. — Хороший комментарий. — Это Красноярск, 19-й год. — Вот. — Вот хороший бросок. — Есть оценка. Оценку в Вазаре показывает арбитр. И тут же контрольно. Тут же удержание накрывает Аина. И очень-очень плотно держит. Есть все шансы закончить этот поединок досрочно. Аина пускает... — Досрочно выиграла. Аина, если не ошибаюсь, с поселка Хатаса, да? — Ну, у нее отец Амгинский, Александр Васильевич Моисеев. И мать, она Хатаса. И вот она в детстве, можно сказать, наполовину. Часть времени в Амге была, часть времени в Хатасах. Ну, как бы и дом тоже в Хатасах. Поэтому представляет она Хатаса. — Сейчас девочки где находятся? — В данное время они находятся в Алуште, в Крыму, на централизованных сборах. И там сейчас как раз вот у нас Никифорова, Татарченко, Моисеева и Ефимова. Да, это вот четыре человека, которые уже, можно сказать, были... Ну, вот именно резерв, кого главный тренер женской сборной Дмитрий Евгеньевич Морозов рассматривает на международный старт, на рейтинговый. Ну, сейчас в чем проблема? Это то, что из-за вот этой вот пандемии, да, сложно такие очень далекоидущие планы озвучивать. Ну, у них с февраля месяца должны быть уже европейские рейтинговые открытые турниры. Откуда уже, если ты берешь высокие места, то входишь в олимпийский рейтинг. Ну, и там уже надо будет потихоньку, конечно, расти и кромсать. Поэтому вот, ну, ждем сейчас и посмотрим, покажет время сейчас. В свое время, вот, наш лидер Нюргуяна Никифорова испытывала проблемы, да, с частыми перелетами. И потом, в шестнадцатом, да, в каком году? Нет, это знаете как, это вот, все же, ну, есть такая поговорка, все приходит с опытом, да. И я, будучи тоже молодым тренером, ну, думал, что вот, все, как бы, мы вот, мы живем, тренируемся в Якутске, да, и мы должны постоянно вот из дома стартовать, возвращаться там, да, вот эти перелеты переживать постоянно. И казалось, как бы, ну, это нормальное явление. Ну, потом, когда вот она в пятнадцатом году была серебряная, медалистка на первенстве России, в сборную попала, и начались эти частые перелеты, и... А там в костях сборной все равно с центральной России. Они ничего не меняют, там, да, ни часовой поезд, ну, и территориально тоже там два часа, там, три часа полет приезжают, они готовы к работе. А тут Нюргуяна стоит, которая семь часов перелетела, шесть часов поменяла, там. А тренеры, ну, как сказать, мало волнует, откуда ты пришел, там, как, и всех под это, под один план, там, да, и вот со временем мы начали вот испытывать проблему с ее, ну, аритмия появилась, и допуск брали сюда условно, да, постоянно под наблюдением находились там, разные лечения проходили. Как решили данную проблему? Тогда вот, как раз, когда она стала серебряная медали, а, нет, в 16-м году, получается, мы уже подтвердили, то есть, если они, это когда, обычно же, как бывает, если это один раз произошло, как было, ну, может, случайно там правильно забросили, и получилось. А когда она поехала в 16-м году, уже выиграла юниорскую Россию, то есть, мы уже узнаваемы стали по России, регионы, где вот поддерживают, они захотели с нами сотрудничать. Это была Московская область, город Дмитриев, там у них хорошая база, интернат, зал тренировочный, ну, все есть, все условия, да, и мы решили сотрудничать, да, что давайте вот совместный договор делаем и работаем, чтобы я мог ее там на 2-3 месяца оставить, сам, ну, конечно, участвовать. Надежда в руках, получается. Да, ну, это громко сказано, потому что, если так вот, честно говорить, мы все равно для тренеров, которые в центральной части России, это хороший там, например, вот история, сам знаешь, и Сергеева, и Марьям, да, то есть, мы все равно для них, как бы мы ни хотели, но мы для них сырье, вот, поэтому, вот именно, чтобы мы как сотрудничество, да, что все равно под контролем личного тренера, ну, и там тоже заинтересованы есть люди, и вот мы начали свою работу совместную с 17-го по 20-е, получается, мы в Дмитриеве, но сейчас Ниргуянов все равно продолжает. Получается, наши лидеры, ну, все лидеры, да, поступают под двойным зачетом? Да, потому что это хочешь, не хочешь, вот, ну, другой вопрос, если бы, допустим, мы имели бы свою базу там где-то в Подмосковье, да, и могли тогда выступать стопроцентно за республику, но на данный момент таких возможностей нету, да, и стратегически, получается, выгодно, чтобы мы и им приносим, да, пользу, и сами тоже много что получаем, вот, сейчас, допустим, у нас основной состав, вот, кроме Ниргана осталось в МОС области, а все остальные, кто у нас в сборной команде, мы все базируемся в Екатеринбурге, это на Урале, вот, на стыке. Получается, наши лидеры, ну, основной костяк находится, ну, большую половину, да, года календарного спортивного года в центральной части России? Да, вот, допустим, на примере вот той же Аины Моисеева или Карины Ефимовой, они вот за 21-й год там, может быть, три или четыре раза там, ну, примерно раз в квартал они приезжали, там, на Новый год, на какие-то такие вот, на УМО пройти там и так далее, а все остальное время у них все равно вот эти сборы, и выезда, и очень сильно вот сбивает с толку, да, может, грубо говорю, смена часовых поясов, плюс вот оказаться вот в кругу друзей там, да, и семья и так далее, это все тебя как бы сбивает вот с графика, с режима там, поэтому вот этот ихний, как сказать... Может, в этом и кроется вот секрет успеха? Да нет, да, это же, нет, смотрите, мы можем идеальные условия и здесь создать, и там создать, но если сам объект, да, там, сам спортсмен не готов морально и психологически, и так далее, там, да, это тоже бесполезно, мы должны к этому потихоньку идти, и человек должен быть готовый, чтобы мог находиться там долгое время, ну, это же определенные жертвы тоже ты делаешь, ты вдали от семьи, вдали от родных, там, еще нужно учебу вывозить, да, на удаленке сейчас, как модное слово-то, вот все это, если ты готов, то, конечно, будет соответственный результат. Ну, то есть надо тщательно разработать эту систему, да? Человека подготовить морально. Да, да, да. Дистанционно тоже ведется немалая работа. В этом плане, кстати, вот, я должен это, я думаю, озвучить, да, по учебному корпусу училища Олимпийского резерва, там, да, и руководству, директору Семену Сергеевичу, ну, благодарность, что они идут навстречу, дают возможность ребятам образование получать непрерывно, да, то есть уехали, они все равно задания выполняют, не потерянные, в общем, они закрывают сессии, там, получают дипломы, получают возможность дальше поступить куда-то в университет, это очень важная часть для любого человека, я считаю. Так, ну, возможно ли, ну, реально ли воспитать Олимпийского чемпиона из Якутии? Почему нет? Ну, просто, я извиняюсь, что перебил там сейчас, но в свое время, получается, у нас есть Роман Михайлович Дмитриев, да, вот, наше училище носит гордо вот это имя такого выдающегося спортсмена, Павел Павлович Пенигин, да, Александр Николаевич, да, по-моему, Иванов, серебряный медалист, то есть, это люди, которые уже своим примером доказали, что независимо, там, ты где, хоть ты на Крайнем Севере родился, хоть ты на юге, на побережье Черного моря, люди становятся медалистами, чемпионами, чемпионами мира, там, Олимпиады, вот, поэтому я больше сторонник такого девиза, что нет ничего невозможного, да, все зависит от нас, от людей, от личности, там, от правильно принятого, иногда бывает и неправильно принятые, тоже бывают какие-то вещи, да, которые мы совершаем, ну, это все опыт, и вот мы там, ну, иногда садимся, там, да, за чашкой чая разговариваем, и их не вспоминают, там, детские соревнования, какие переживания были, там, когда они проигрывали, там, плакали и так далее, я говорю, сейчас вот вспомню, тебе смешно, да, говорит, мне смешно, а тогда казалось, что это все уже конец света, там, поэтому я говорю, давайте, вот, выводы делать и идти к своей мечте. Ну, у нас за примером далеко идти не надо, да, в сборной России не было, после развала СССР не было олимпийского чемпиона, олимпийского даже... Нет, медалисты были, но мы же все равно оцениваем по качеству, да, золотых медалей не было, вот с 90... Ну, с переходом Этио Гамбо у нас, получается, в Лондоне олимпийский чемпион был, в Рио-де-Жанейро в 16-м году целых два чемпиона. Да. Два чемпиона было, и, получается, личности решают дело. Как думаешь, вот, в системе тренировок Этио Гамбо? Там, знаете, как вот, я думаю, не секрет, да, что у нас, я не знаю, это как-то уже исторически сложилось, кумовство бывает. И вот до его прихода сборной там, ну, частенько, я не говорю, что это стопроцентно, но это всего лишь мое субъективное мнение, что вот именно там не самые лучшие, да, спортсмены, а, ну, там, регион, там, или ученик-ученик, ну, какие-то такие были, что вот именно попадали не самые достойные ребята. А с приходом Этио Гамбо, он вот сменил это туда, и он отбирал самых достойных, самых талантливых ребят, и давал им возможность всем себя реализовать на международной арене, и, соответственно, качество, как бы, росло за этого, и результат такой. Ага. Кюнду, истейшилар, кюнду, кюрайшилар, бригин, бигиги. Кюнду, истейшилар, кюнду, истейшилар, кюнду, кюрайшилар, ихеге тайм-аут спортивна беріне, бига переге, кюрайшилар, бигүн нючилы тылынан барар. Бигүн, бияқа, жүді оға, Сахалет Республикатынын, Сюрин-тренера, Дамден Дош, Гамба-Дош, Галдит Тылар. Ну, мы рассказали, да, о достижениях наших девочек, а как обстоят дела у наших мальчиков-мужчин? Это такой, знаете... Ну, выиграли всевозможные награды среди девушек, да, внутри России. А как обстоят дела у мальчиков? Смотрите, в свое время, вот когда я начал свою тренерскую деятельность, и у нас, на самом деле, бюджет был такой очень скромненький, да, и, соответственно, задача какая? Я мог, в принципе, возить там, ну, грубо говоря, толпу, допустим, ну, и там и парни, они есть, но на выхлопе, ну, на выходе получается, что, может быть, просто все рассеется там, да, и нужно было точно работать там, допустим, с той же Месайловой Таней, да, или с Никифоровой. Сейчас вот в последнее время у нас все-таки ресурсы уже увеличиваются, да, календарные финансирования и так далее. И это тоже, ну, тоже, я считаю, что я должен отметить и выразить благодарность. Это в ЦСП у нас вот, когда с приходом Леонида Николаевича Спиридонова, это 19-й год как раз, когда вот чемпионство было Аниргана, Аникифоровой, ну, поддержка вот именно существенно началась. И в настоящее время тоже вот от Михаила Дмитриевича Пахому есть хорошая поддержка, да, потому что у нас все, кто в сборной команде, они все в штате как спортсмены-инструкторы, да, и получают там, ну, каждый по заслугам определенную сумму денег. Существует, да? Это хорошая поддержка, хорошая мотивация, да, и они знают, что вот их старания, они не напрасны, имеют, ну, за это определенные, ну, денежные дивиденды. Плюс календарный план, конечно, у нас сейчас тоже потихоньку уже увеличивается, соответственно, это дает возможность уже сейчас еще и на мальчишек внимание обратить, да, потому что до этого, если они были немножко, ну, честно скажу, да, были немножко обделены вниманием всего того, что ресурсов не хватает на всех, сейчас потихоньку мы начнем уже, вот у нас сейчас, допустим, в Екатеринбурге, конечно, доминирует количество девчонок наших ведущих спортсменов, но там мальчишки тоже есть. И на них мы тоже ставки делаем сейчас, чтобы их обкатывать правильно, на хорошие сборы вывозить. — Например, самые известные юноши. — Ну, у нас из парней можно увидеть старшего брата Карина Ефимова, это Артур Ефимов, он у нас выполнил мастера спорта на хорошем турнире. Сейчас пока вот у него идет служба в рядах вооруженных сил, да, и вот службу, ну, все равно он продолжает тренировки, потому что там у них спортивная рота. По окончании, я думаю, что мы начнем уже с ним тоже плотно работать, чтобы его вывести на достаточно серьезный уровень, чтобы мы, и, как вы сейчас сказали, все внутренние медали собрать, потом еще и выйти на международный уровень. Поэтому есть ребята, ну, время, нам сейчас, конечно, требуется время и планомерная работа, чтобы вот вывести. И благо вот благодаря также вот результатам девчонок, сейчас дзюдо все равно на слуху, да, и приходит в детские секции, там количество детей очень много. Да, это приятно, потому что это через пять лет, там, да, или через семь, это резерв наш будет, потенциал, который должен перенять у наших ребят, который сейчас лидеры сборной. Поэтому будем, ну, покажет время, но я очень верю, что мы все-таки сделаем популярным нашу республику. А по республике сколько примерно вот тренеров, которые получают зарплаты штатные? Ну, я сейчас не могу такую точную цифру, да, я думаю, порядка тридцати, я думаю, штабных единиц есть, да. Ну, у нас как, это где-то, наверное, 7-8 улусов и районов секция дзюдо ведется, вот. Ну, основной костяк все равно город Якутск. Все клубы, там, да, больше 10, там, 15 клубов, наверное, сейчас есть, да, развелось, потому что оно востребовано, родители хотят детей отдавать в секции дзюдо, и поэтому у нас в городе много клубов, по районам тоже. И вот одна из тех задач, которые я вот, ну, с самого начала своей работы начал преследовать, это вот, чтобы не было оттока талантливых детей, чтобы они оставались у нас и продолжали свой путь, да, и занятия дзюдо, там, становясь студентами и выходить на уровень взрослой, потому что до этого, там, пофамильно, там, до того же Олега Ишимова, да, который уже, будучи, представляя Челябинскую область, становился, там, чемпионом всевозможных турниров и т.д. Это, я считаю, это тоже как-то, ну, для нас, вот именно для, как, такого большого, большой республики, обидно, что ты отдаешь, как сырье, а плоды пожинают другие регионы, там. Это у нас обычно, вот, мы в направлении, вот, Самара был, Питер был, Красноярск, Челябинск, это те, которые, вот, костяк сборной, сейчас там, допустим, та же Салкарбек, которая сейчас за Самару выступает, она тоже в основном составе сборной, и других там ребят много, вот, поэтому хочется, чтобы все-таки мы представляли республику, даже пускай на 50%, но мы именно воспитываем и доказываем, примером, что мы можем, находясь в таких, как говорится, отдаленных и достаточно суровых условиях, тем не менее, мы можем конкурировать со всеми на равных. Сколько спортсменов собирает чемпионат республики под дзюдо или первенства? Я думаю, что у нас, ну, традиционно, самое такое, наверное, количество, ну, это школьный возраст, там, ну, вот, варьируется, там, от 100 до 150, может быть, участников. Это, конечно, если сравнивать со спортом номер один, с вольной борьбой, это всего лишь, ну, так сказать, ничего, можно сказать. Ну, у нас вот так вода пока идет, а там же, как пирамидка, получается, юниоров там в половину меньше, взрослых еще меньше. Поэтому в этом плане пока так вот взять и там похвастаться пока, вот, честно скажу, ничем, да, но я надеюсь, со временем мы все равно выведем так, чтобы было количество занимающихся больше и больше. Вот. У тебя есть родной брат, Бадош, да, который входил в сборную России, где он сейчас, чем занимается? Он у нас вот последние полтора года, наверное, уже, ну, почти два года переключился на работу тренера, тренирует, ну, живет он, остался в Москве, вот, поэтому продолжает свое дело и в основном вот тренерская деятельность сейчас. Какие у него вот основные достижения? Именно как тренера? Нет, как спортсмена. Как спортсмена. Он был дважды призером первенства России до 23-х лет. И на Еврокубках тоже был медалистом. То есть, ну, просто ввиду того, что травму серьезно получил, и там дважды мы делали операцию на сустав, и это все, как бы, очень сильно сбило его с толку. Досадно, потому что тех, кого он выигрывал в свое время, они сейчас являются вот даже тот же, допустим, Якуб Шамилов, который на Олимпиаду ездил в прошлом году, он проигрывал моему брату. Ну, вот так вот, видите, вот травма, которая, это обратная сторона медали, и оно очень бывает, что с толку сбивает, но я считаю, это тоже, я думаю, нужно было ему такое пережить. Сейчас вот он тренирует, у него уже есть призеры первенства России, там двое попали, вот один был медалистом, один проиграл за бронзу, пятым стал. То есть, уже двое ребят, парни стали членами сборной команды России, поэтому это, ну, такой определенный показатель для тренера, который работает в спорте высших достижений. Как думаешь, вот справедлива ли система отбора в России? И по какой системе идет отбор на Олимпиаду и на чемпионаты мира Европы, именно по дзюду? Я думаю, что вот, я как-то давал на эту тему интервью, да, и не было бы системы Эдсо Гамбо. Мы бы не смогли в 16-м году с Ниргуяна приехать из Якутии, из Дальней, да, только своими силами выиграть юниорскую рейси, потому что он после Олимпиады ему дали вот быть генеральным менеджером, да, и он взял всю систему, ну, всю эту, как сказать, соревновательный процесс судей, там, или супервайзер, который контролирует судей, да, и это все было вот именно под его началом, и он давал вот шансы, возможности самым талантливым. То есть, если, допустим, там, в 15-м году у нас финал отобрали, мы с москвичом боролись, и там было, ну, наглейшее заслуживание, и мы остались серебром, то через год, когда соревнования там уже объективны, и такого заслуживания, как раньше, уже перестало быть. Вот, поэтому и сейчас у нас все соревнования проходят, ну, где-то какие-то есть шероховатости, но вот смотришь пьедестал с первого по третье место, все равно, ну, наиболее достойные ребята, это у них, его первая ступенька, это попали в обоему сборную. Далее начинаются там либо открытые европейские международные старты, да, тоже с возможностью попасть в рейтинг, а еще выше это уже Гран-при или Большой шлем, вот, турниры, это все тоже вот ты получаешь путевку, да, на эти старты, и уже получается больше зависит от тебя самого, как ты себя там проявишь, на этих международных стартах. И если ты в международном списке спортсменов, вот, допустим, берем там 78 килограмм, да, ты в этом рейтинге висишь выше своих соотечественников, ты имеешь право выступить на чемпионате Европы, мира и, соответственно, Олимпийских игр. Поэтому я считаю, что это более прозрачная система отбора. Ну, не так вот, когда закулисно решают, кто поедет, кто отцепляется там от сборной. – Впереди какие старты нас ждут? – Ну, я уже сейчас вот озвучил, говорю, что вот из-за ковидных вот этих всех ограничений, я даже боюсь какие-то слова сейчас так наперед, но у нас в феврале запланирован там один старт Боснии-Горцеговина, а второй старт это в Польше, в столице Польши, в Варшаве будет тоже международный старт. Поэтому сейчас дождемся вот этих всех моментов с ковидными ограничениями и посмотрим, что будет. Кюнь-то короче, кюнь-то статчилер билген бе-ге 3 мутыр лақты тоқтопа барабыд. Ол конецтен капсиативитен салгай ақпыд. Бүгін бе-ге студия бетігар жүздоуға Сақар Суббокатин шурины тэренері Дамден-дош Гамадос олдеттолыр. Продолжение следует... — Вот именно с моей стороны не было такой инициативы, да, куда-то уйти, потому что это, ну, это мое мнение чисто, да, что ты пытаешься какой-то легкий путь себе, да, сделать там до чемпионата мира или до Олимпиады. Плюс еще я знаю, ну, как у нас с нашим генеральным менеджером Эцио Гамбо хорошие отношения такие, да, и если я сейчас куда-то сверну со своими спортсменами, это, ну, для меня это равносильно как к какому-то... предательству, да, потому что он много-много-много знаний передал, да, и систему подготовки, и все это. И потом вот как-то было, ну, по моим вот внутренним ощущениям что-то, как я уже говорил, как предательство, поэтому... — Есть одна дорога, вот, ну, во-первых, мы все... Теперь я уже тоже, кстати, с прошлого года гражданин России, наконец. — А, наконец-то получил гражданство? — Да, спустя 20 лет. — Паспорт получил, российская, да? — Да-да. — Ну, уже в тот момент, когда, я же говорил, когда спортсменам было, оно было актуально, но сейчас уже так, ну, все равно это приятное, как сказать, дополнение. А мы-то все там под гимны, как говорится, на разных таких важных, мы вообще, ну, в событиях и так далее, мы же все представляем Российскую Федерацию, и они с детства воспитаны, как говорится, мы же там, большие слова там, что вот именно Родину защищать, честь страны представлять. Поэтому пока, ну, то есть вот этот вариант, который там, даже были, даже реальные были предложения там, да, с нескольких стран, что вот, потому что сейчас последние годы у нас команда Микс, получается, обязательно женская, мужская должна быть совмещенная команда, и есть там страны, где, допустим, только мужчины сильные, они заинтересованы, предлагают, там, давайте к нам, так, так, ну, отказы. У нас вопрос, ага, поступил. Аллоу. Алло, здравствуйте. 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 Вот, вот, у меня вопрос, контактные виды являются травмоопасными, и есть ли какая-нибудь статистика сравнительная, вот, ну, борьба, джудо, самбо, кто из них менее травмоопасный, и второй вопрос, клуб Император, он частный или нет, там, клатный, не клатный. Какой клуб вы сказали? Император. Император, клуб, ага, спасибо. Так, какой вид спорта, контактный вид спорта, да, самый травматичный? Ну, смотрите, я представитель вида спорта джудо, да, и это будет ответ такой, ну, понятный, что я скажу джудо. Вот, поэтому здесь любой, вот, ну, все три вида, которые есть, здесь везде можно одинаково получить различные степени травмы. Все же зависит, опять же, от уровня подготовки, от наставника, да, от самого спортсмена, насколько он серьезно относится к своему здоровью, да, что мы же все понимаем, что придя в зал, ты должен хорошо размять, да, и тело свое подготовить к тяжелой работе. Поэтому тут уже, я думаю, что одинаково, чтобы никого не обижать, мы все, вот, единоборство, они травмоопасны, но если все соблюдать, технику безопасности, разминаться хорошо, растягиваться, выполнять все под руководством грамотного тренера, я думаю, что все это можно избежать и остаться целым и невредимым. На второй вопрос, там, допустим, император, все, я знаю, что, допустим, вот, все клубы, которые сейчас вот культивируют джудо, но они, у них контингент, получается, детский, вот, да, 7, 8, 9 лет. Эти дети в основном идут платно, потому что дюшки, да, которые бюджетные, они, у них с 10 лет, по-моему, идет набор, это бесплатная секция, и то там ограниченное количество, допустим, в группе должно быть 12 детей, если они успели, то ты уже перехожешь в коммерческую группу и оплачиваешь деньги за занятия. Поэтому тут, ну, скорее всего, я, нет, я-то сам, как сказать, к императору отношения не имею, но могу предположить, что, скорее всего, это все платно. Так, у нас есть яркий пример того, что не только из Якутска, да, могут выходить, там, призеры чемпионов России, да, а из деревень тоже, да, из Улусов. Яркий пример Саина Петрова, да, из Намского, да, Апана. Из села Паны, Намский, Улус, в 18-м году мне ее провел Владимир Васильевич Герасимов, это вот наш такой тренер, который, можно сказать, наш геолог, да, который ищет таких вот самородков, алмазов. И тогда уже она сразу приглянулась, она тогда проиграла Дальний Восток, но мы договорились со старшим тренером, чтобы допустить на первенстве России, где вот Моисеева была второй, она там участвовала. Сяб тоже показала неплохо, два выиграла, два проиграла, но все равно, то есть, видно было, что физические данные хорошие, плюс морально-волевые качества, да, духовитая такая хорошая. То есть, она себя вот именно с правильной позиции представила, и дальше начали работать, вот, и в этом году, то есть, не в этом, а в 21-м году, когда вот юниорская Россия была, она пробилась в финал, и в финале проиграла там буквально с минимальным, как говорится, отрывом. И это такой хороший пример, то, что у нас, на самом деле, республика богата такими молодыми, юными талантами, да, и сейчас задача наша, вот сейчас мы как раз можно рассказать, что работаем в этом направлении, поиск талантов, да, и у нас есть Малая Академия Наук, которая находится в село Чапаево, в Охчемцах. И там вот у нас будет со следующего года, я думаю, то есть, уже в этом году, получается, начнется эти лагеря с заездами, да, и просматривать детей. Вот, поэтому я очень надеюсь, и я верю, что мы еще таких, как Саина, очень много будет ребят, поэтому работаем в этом направлении. Я повторюсь, это, грубо говоря, хороший пример, что вот, будучи как бы с деревни, да, там ничего нету, никаких там, так сказать, возможностей, тем не менее, вот, одна встреча, да, с тренером может как человека поменять. Так что отдавайте детей в виду, да, реклама. Нет, 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 не реклама, я просто к тому, что вообще любой вид спорта, да, тем более, если это олимпийский вид спорта, потому что олимпийский вид, это раскученный, узнаваемый, ты становишься... Ну, это показывает, что у нас есть талантливые ребята, везде, везде можно найти и вырастить чемпионов России и даже, вот, чемпионов мира. Ага. Главное, чтобы было желание. Ага. И есть ли у тебя кумир в тренерской деятельности, да, на кого ты равняешься? Конечно, есть, но в большинстве случаев это японские тренера, мастера, да, где вот мне, как говорится, ну, судьба дала такую возможность сажироваться и находиться, видеть весь процесс, как это, ну, кухню, да, японского отзюдо родоначальников. Там есть тренеры, в прошлом известные спортсмены, ныне тренера, вот, а из таких, кого мы знаем все вместе, это, конечно, вот, уже вышеупомянутый Эйцо Гамбо. Который, вот, как говорится, для меня это человек, ну, с большой буквы и глаза открыл, и кругозор расширил, дал нам возможность там, и у нас тоже такая, не знаю, это, если скажу судьбоносно, это, наверное, слишком громко, но все равно мы его в кафешке встретили, в ламбаторе, да, когда я вот со своими подописнями, и тогда еще Аина была со всеми, еще там, ей лет 12, наверное, была, мы вот так вот встретили, и он вообще так по-отцовски к нам, ну, обрадовался, что мы из России, и нам всем дал возможность тренироваться уже с олимпийской сборной, да, и как вот дети оттуда после таких тренировок, конечно, окривляются, вот, поэтому, вот мы, собственно, вот вы спросили про кумиров, я могу. Мы вправе можем называть тебя якутским Эдсием Гамбале, который сделал прорыв в Диздо. Дай бог, если мы вот воспитаем чемпиона мира и олимпийских игр, тогда может, и то я даже, я не люблю вот этого, знаете, когда... И главное, это твоя мечта. Ну, я думаю, что вот олимпиада олимпиадами, а жизнь-то продолжается, поэтому побольше, как сказать, передавать именно ценности, ценности дзюдо, чтобы воспитывать людей, которые с правильным мировоззрением, наверное, и которые знают культуру, ценности дзюдо, да, и чтобы вот мы могли через дзюдо себя позиционировать с хорошей стороны и быть, соответственно, ну, хорошими гражданами нашей страны, наверное, так. И хочется немного порцию мотивации, да? Какие качества нужны для того, чтобы добиваться успехов на высоком уровне? На российском, международном? Для спортсменов? Да, именно для спортсменов. Я думаю, что именно честно относиться к указаниям, к тому, что тренер, то есть, если пришел к тренеру, значит, у него уже есть доверие, вера, да, в тренера, значит, нужно исполнять. И я считаю, что приходит к результату тот, кто еще, допустим, сказал тренер 10 раз, условно говоря, отжаться, ну, ты должен сделать не 10, 12, 15, еще больше, да, и отдаваться, честно, минимум выполнять то, что тренер говорит, а еще больше добавить, то есть, трудолюбие, который вот, ну, за примером, Дина Даха, у нас же вот там того же Ивана Ирегина знает, как он там на тренировках пахал, там, или другие выдающиеся личности, которые, это все вот именно упорный труд, целеустремленность, это все приводит к мечте, да, к олимпийской медали. Но я еще думаю, что важный момент, конечно, чтобы мы не забывали про ответственность, потому что наши ребята, ну, своим, по крайней мере, постоянно говорю, ребята, вот, на вас лежит еще и большая ответственность, говорю, что вы становитесь примером для тех, кто за вами идет, ну, младшее поколение. Поэтому, пожалуйста, будьте добрым, хорошим примером, вот, поэтому, ну, такие вот... Везде, да, не только на ковре, на татаме, но и за пределами, да, ковре? Нет, вот на татаме, как раз-таки, я думаю, нужно немножко вот именно уметь превращаться в льва, да, или в тигра, там, да, ты, потому что ты вот именно... Ну, вот, и это и назовет пример. Защищаешь, да, защищаешь честь всех, кто тебя окружает, твоих вот именно людей. Ну, ты выйди за квадрат, ты становишься вот мирным, спокойным, добрым гражданином, который примером является. Спасибо, уже наша передача подходит к концу, спасибо, что пришел на эфир. Вам спасибо большое за это решение. Желаем не останавливаться на достигнутом, чтобы золотая сепочка не оборвалась, и чтобы в будущем покорили вершину Олимпа. Спасибо.